Украинский неизвестный блог представляет презентации закона и права. Тема презентации истребования имущества у добросовестного приобретателя Вперед! Постановление 21 ноября 2012 года по делу номер 6136 ЦС 12ВФУ сформулировал новую правовую позицию по вопросу истребования имущества добросовестного приобретателя. Он пришел к выводу, что надлежащие воли явления лица, продавшего имущества добросовестному приобретателю не является основанием для отказа собственнику в иске об истребовании имущества у этого приобретателя. Обстоятельства, на основании которых был сделан этот вывод просмотрены ниже. Фабула вела. Притиной судебного разбирательства послужило заключение ООО договора купли-продажи здания с физическим лицом. Решение о продаже в части этого нежелого здания было принято немногим ранее на общем собрании акционеров, но в нем было предусмотрено, что отчуждению подлежит только 310,1 кв. метров общей площади этого здания обтемнение менее 300 долларов США за кв. метр. Заключенным же между ООО глицей его директора и физлицом один договором купли-продажи отчуждения подлежало все здания общей площадью 717,8 кв. метров обтемне 103 000 ривен, да еще и с рассрочкой плотежа. А в дальнейшем физлица 1 предпродала частями это здание физлицу 2 и физлицу 3. Узнав о заключении такого забора, участник ООО, а вместе с ним и само ООО обратились с исками о признании заключенных в заборах недействительными, отменили с регистрацией прав на проданные здания за приблицом 2 и с требованиями жилых помещений и владения физлиц 2 и 4 и восстановления регистрации права собственности на это имущество с ОООО. Суд первой инстанции из участника ООО отклонил АИСК ООО удовлетворил. Но операционный суд, с которым согласился в ССУ в решении суда первой инстанции изменили его удовлетворение ИСК ООО об искребовании имущества ООО ФИЗЛИНС 2 и 3 отказали. Основанием для этого стал тот факт, что спорные межилые помещения были приобретены по оплатному нотариально удостоверенному договору принадлежащим волей явлений его отчуждателя, ИСК 1. А поскольку право собственности на имущество, приобретенное физлицами 2 и 3, оспоревается другим лицом, то удовлетворение иск об искребовании имущества ООО ФИЗЛИНС 2 и 3 отказали. При этом договор купли-продажи здания, заключенный между ООО и ИСК 1, был признан не соответствующим волей явлению общества, и потому в части признания его недоискритенным решением местного суда изменено не было. Основанием для пересмотра дела ВСУ стали решения ВССУ от 31.08.2011 года и от 20 июня 2011 года, в которых было признано, что имущество, прибышее и владение собственниками его воли, подлежит с пребыванием и владение следующего приобретателя, который приобрел его по оплатному нотариально удостоверенному договору купли-продажи. Позиция ВСУ. Присмотрит дело, ВСУ отменил постановление ВССУ и направил дело на новое рассмотрение. В обосновании такого решения он положил следующие доводы. Согласно статьи 330 ГК, если имущество от чужды налицом, не имевшим на это права, то добросовестный приобретатель приобретает право собственности на него, если согласно статьи 388 ГК имущество не может быть у него истребовано. Согласно пункту 3 части 1 статьи 388 ГК в случае приобретения имущества по оплатному договору добросовестного приобретателя лица, которое им знало и не могло знать о том, что приобретает имущество у лица, не имеющего права на его отчуждение. Собственник имеет право истребоваться это имущество от приобретателя только в случае, если имущество выбыло его владением а его более другим путем. Вывод ВССУ. О том, что основания для истребования имущества Алфитли 2 и 3 отсутствуют, поскольку они приобрели спорные помещения Алфитли 1 при его надлежащем возъявлении на отчуждение этого имущества противоречит части 1 статьи 388 ГК. Она предусматривает необходимость установления обстоятельств выбытия имущества из владения собственника, считающего свое право собственности нарушенным и требующего возвращения имущества, а не лица, которая в дальнейшем предпродала это имущество. За полностью обоснованность постановления ВССУ не вызывает сомнений. Вывод о том, что в пункте 3 части 1 статьи 388 ГК речь идет об отсутствии воли изначального законного собственника, а антаболика, которая и стала собственником на незаконных основаниях и сумела продать имущество добросовестному приобретателям, протекает из самой части 1 статьи 388 ГК. Она однозначно указывает, что именно собственник имущества имеет право на его истребование и у добросовестного приобретателя, а не лицо, не имеющее права его отчуждать, а значит, именно его волей явления, а волей явления лица, не имеющего права отчуждать имущество, имеет определяющее значение. Принципы, сделанные ВССУ, вряд ли можно назвать революционным. Во всяком случае, найти другие судебные решения консоциальной инстанции, в которых была бы высказана точка зрения, аналогичная той, что была приведена в постановлении ВССУ от 2 июля 2012 года по этому делу, найти не удалось. Хотя, порой юристами такие умения высказываются, смотрите добросовестный приобретатель, как отстоять имущество, испребуемый собственником, кодиции 6. Основаниями для оставления имущества за добросовестным приобретателем, как в радио, служит то, что имущество прибыло того именно из начального собственника, даже если при этом были нарушены нормы законодательства, смотри, например, постановление ВХСУ от 15 декабря 2009 года номер 162009, от 4 июля 2012 года по делу номер 5019-144711. Тем не менее рассмотренное постановление ВСУ может быть верхивающим фактором на случай, если судка социальной инстанции захочет растолковать часть первой статьи 388 ДК именно так, как это сделало ВСФУ постановление 2 июля 2012 года. Выбор собственника имеет право искребовать имущество у добросовестного приобретателя в случае, когда оно было его владением по его воле. Спой о его воле явления лица, у которого добросовестным приобретателем было приобретено это имущество при этом не имеет значения. Источник на сайт UAB. Увидимся в следующей презентации. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok